Привет, друзья, с вами Юрий Тиктакмир, и сегодня хочу с вами поговорить о легендарных, просто чумовых часах Seiko Sar 017. Вчера прочитал, что нет еще толкового какого-то обзора на эти часы, но вы знаете, какой может быть толковый обзор на, в принципе, обычную механику на кожаном ремешке, но с очень красивым цветом циферблата. Наверное, главный смысл обзора должен быть в том, что показать, как действительно часы выглядят на самом деле. В интернете много сказано про эти часы, знаете, где-то их немного все-таки даже переоценивают, то есть часы, безусловно, хорошие, интересные, выпускаются с 2007 года, что говорит о том, что они постоянно, собственно, в топе продаж, и вот пролетела мысль в начале марта, что все-таки их решили снять с производства. Пока на самом деле ничего не известно, сейчас на складе Seiko часов нет, но все может измениться, и в июне ориентировочно будет уже какая-то более подробная информация. Итак, давайте я вам расскажу про эту модель, которая выпускается уже 11-й год и постоянно находится в топе продаж компании Seiko. Много меняется моделей, были белые, черные в таком корпусе и с браслетом. Они давно сняты, но вот эта модель до сих пор, до сих пор продается. Это стальная модель часов, нержавеющая сталь, ремешок, кожа, теленка, очень грубый, очень такой, ну не очень хороший на самом деле, и все, кто покупают, в основном сразу же меняют этот ремень на что-то более достойное. Поменять можно на ремешок стороннего производителя, либо на какой-нибудь стальной браслет. Их вариантов много, есть как оригинальные, так и неоригинальные, разгуляться в общем-то можно, но цена на браслеты составляет порядка 100-150 долларов, что ну как бы не дешево. Учитывая, что сами часы стоят, насколько они, примерно 25-26-27 тысяч российских рублей. Здесь стоит механизм 6R15, это новая ревизия с индексом D в конце, то есть 6R15D. Подправили какие-то пружины, что-то там подправили и говорят, что действительно механизм стал лучше. Посмотреть мы с вами на заднюю крышку можем только в таком виде, она глухая, механизм не видно. Номер часов, калибр, сделанный в Японии, Seiko до защиты 200 метров. Заводная головка закручивается, это головка движения компаса, она не закручивается, вот смотрите, да, движется внутренняя часть безеля. Считал мнение, что со временем она разбалтывается и просто об рукав трется, все это движется, но я думаю как-то победить это можно. Корпус практически весь полированный, глянцевый, небольшие матовые вставки вот на дужках браслета. Все остальное глянцевое, за счет чего часы, конечно же, хорошо царапаются, в том числе и безель. То есть мелкие царапки вам обеспечено, от этого не уйти, это просто особенность корпуса, к сожалению, это нужно понимать. Часы небольшого размера, диаметр стекла составляет 32 миллиметра, безель 37 миллиметров, полностью со всеми выступами 43,4, 46,5 высота, толщина 12 миллиметров, вес порядка 90 грамм. И естественно с такими размерами часы отлично сидят на руке 17 сантиметров, такая как моя. Особенностью этой модели является изумрудный циферблат, очень красивый зеленый цвет, поэтому он называется зеленый альпинист. Вы можете видеть, что все накладное, кроме надписи автоматик, диашок и 20 бар. Стекло здесь сапфировалось, сторонним антибликом, полностью плоское. Индикация даты, накладные метки желтого цвета, оригинальные формы стрелки с люминофором. Люминофор хороший, светит приятно, но недолго. То есть здесь не супер люмибрайт от Сейка, а что-то предыдущее обычный люминофор. Люминофор здесь не обновляли. За время продаж этой модели, то есть более 10 лет, сложился определенный покупательский опыт. И могу отметить следующее. Во-первых, это хорошая стоимость на вторичке и востребованность в том числе. То есть продать эти часы никакого труда не составляет, у них очень хорошая реклама. Второй момент, очень красивый зеленый циферблат. На самом деле, чего-то подобного на рынке просто нет. Третий момент, оригинальный дизайн, который не копирует какие-либо часы и сейчас что-то подобного тоже не продают. И о минусах скажу. Во-первых, все-таки 6R15, но индекс D наводит на определенные мысли и негативный опыт, который был до этого с этим механизмом, он в общем-то не должен считаться. Сейчас механизмом все более-менее хорошо, но отметить я это должен. Второй момент, корпус глянцевый, который собирает царапки, да, такая проблема есть. И третий момент, ремешок, который, если вы действительно любите кайфовать от часов, который сразу нужно под замену. Либо докупать новый, порядка 3-5 тысяч рублей хорошего стороннего производителя. Либо браслет, порядка 7 тысяч рублей, если это кастомный, либо порядка 10 тысяч рублей, если оригинальный сейковский. В принципе, друзья, все. Часы хорошие. Еще раз скажу, что такого зеленого нигде нет. И если их сниму с производства, возможно, нигде и не будет. Но пока часы в продаже есть, если вы хотели их, хотите, или на будущее рассматриваете как покупку, однозначно буду рекомендовать. Покупайте пока есть, потом будет просто значительно дороже. На этом все. Всем спасибо, всем отличного, хорошего настроения. Носите хорошие часы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok